Тема сегодняшнего нашего урока «Процессуальное право в Российской Федерации». Мы с вами знаем, что общество знаний – это предмет, который включает знания из множества наук. Сегодня говорим о праве. Тема «Процессуальное право» – непростая тема, и именно поэтому мы сегодня ее рассматриваем. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые выпускники, особенно те, кто выбрал сдавать ЕГЭ по обществу знаний. Одним из документов контрольных измерительных материалов является кодификатор ЕГЭ. Кодификатор – вы все знакомы с этим документом с сентября, а может быть и раньше, потому что именно кодификатор дает перечень тех тем, которые вам нужно будет знать, чтобы успешно сдать экзамен. Итак, в кодификаторе есть разделы 5.11 – «Особенности административной юрисдикции», 5.15 – «Основные правила и принципы гражданского процесса», 5.16 – «Особенности уголовного процесса». Мы с вами вполне можем встретиться с заданиями в ЕГЭ, которые касаются процессуального права. Но большая часть материала, который мы изучаем на уроках «Право» или в разделе «Право общества о знания» касается норм прав, право материального. А процессуальное право не так уж часто мы с вами встречаем на уроках. Итак, какие же мы ставим с вами цели и задачи? Первая цель – мы с вами вспомним, что собой представляет структура российского права. Следующая цель – мы с вами выясним, какое есть деление отраслей российского права и особенности процессуального права. А также мы вспомним, какие есть отрасли процессуального права. И, конечно, поскольку вы выпускники, и вам сдавать ЕГЭ, мы выполним одно из заданий ЕГЭ по обществу о знаниях. Задание 26. Основываясь на материале о процессуальном праве. Я попрошу вас подготовить тетради, ручки, записать тему «Процессуальное право в Российской Федерации» и акцентировать свое внимание, записывать основные моменты. Это может стать для вас опорным конспектом, а также, если что-то из того, что я объясняю, вам непонятно или вы не вспомнили до конца тему, посмотрев на опорный конспект, вы можете обратиться к учебнику или к справочному материалу и повторить данную тему. Записываем в тетради. Структура системы российского права. Пока вы переписываете основные элементы российского права со слайда, я напомню, что собой представляют элементы системы российского права. Обратите внимание, ребят, они расположены иерархически. Зачем? Почему они выстроены у нас от низшего к высшему? Чем они отличаются? А отличаются они объемом сферы, которую регулируют данные элементы российского права. Обратите внимание, в самой основе системы лежат нормы права. Правовая норма. В юриспруденции ее называют клеточкой права или кирпичиком права. Ну, я надеюсь, всем понятно. Кирпичик, потому что именно из этого кирпичика и состоит все остальные элементы и вся система российского права. Поскольку это элементы права, они, соответственно, между собой должны быть связаны. И если вы сейчас поймете эту связь, то, соответственно, вам легче будет потом запомнить определение. Итак, норма права – это правило поведения, которое имеет общеобязательный характер, формально выражено, исходит от государства и защищается государством. Единственная социальная норма, которая обладает такими признаками. Следующий – институт права. Обратите внимание, институт права – это совокупность норм права, которые регулируют определенную сферу однородных общественных отношений. Подотрасль права – очень простое определение. Это совокупность институтов права определенной отрасли права. И, наконец, отрасль права. Что касается отрасли права, я прошу вас записать это определение, потому что именно с ним и будет связано у нас рассказ о процессуальном праве. Вы записываете, а я поясняю. Отрасль права – это совокупность правовых норм. Вы уже увидите связь с кирпичиком-основой, регулирующих однородную сферу общественных отношений. Что значит однородную, ребят? Ну вот смотрите, вы пришли устраиваться на работу. Вы работник, вы устраиваетесь работодателем. Какие у вас права и обязанности? Именно как у работника и работодателя в результате трудовой деятельности и есть однородные общественные отношения. Трудовое право, отрасль регулирует эти отношения. Составляющих предмет правового регулирования. Ведь не все общественные отношения регулируются правом. Дружба, любовь – это те отношения, которые за сферой правового регулирования относятся к нормам именно морали. Поэтому вот на этот момент тоже, пожалуйста, обратите внимание. Итак, давайте посмотрим с вами, какие же существуют отрасли права. А вы продолжаете фиксировать в своих тетрадочках. Отрасли права можно поделить на материальное право и процессуальное право. Я постаралась выбрать самое простое определение, чтобы вам была понятна разница между этими отраслями. Отрасли материального права устанавливают права и обязанности субъектов правовых отношений. Регулируют сами общественные отношения, которые возникают по какому-либо предмету, вопросу общественному. И я вам сразу скажу, вот все отрасли, которые сразу приходят на ум – трудовое, административное, уголовное, семейное – это все отрасли материального права. Именно они и закрепляют, что мы можем, каковы наши права, и что мы должны нашей обязанности. Совсем иное – процессуальное право. Они устанавливают порядок осуществления защиты прав и законных интересов субъектов права. То есть регулируют порядок сам процесс осуществления норм материального права. Прежде чем мы продолжим, я хотела бы обратить внимание на два высказывания. И нам с вами станет понятно, почему так важно существование норм процессуального права. Первое латинское юридическое излечение – правосудие – основа государства. Правосудие – это деятельность государственных органов, которая направлена на защиту интересов, прав, свобод граждан. Почему же правосудие – основа государства? Как это связано? Если человек после решения суда чувствует, что это решение справедливо, и закон справедлив, и решение вынесено в соответствии с законом, тогда человек доверяет государству. Ведь именно государство создает и правовые нормы, и закрепляет сам процесс, который связан с расследованием каких-то дел, связанных с различными отраслями права. Поэтому, если правосудие справедливо, тогда основа государства крепка. Если нет, люди перестают доверять государству. Обратим внимание на еще одно высказывание. Замечательный российский юрист конца 19-го, начала 20-го века, судья Анатолий Федорович Конни, очень известный человек. Он написал так. «Для правосудия является бедствием, когда в приговорах решение зависит от личного произвола». Мы с вами какой делаем вывод, ребят? Что сам процесс рассмотрения дела, сам процесс вынесения решения или приговора, возможность обжаловать это решение, они четко должны быть прописаны в законе. Чтобы ни от чьего мнения, ни от чьего настроения, ни от чьих ценностей, то есть ни от чьего личного произвола, не зависело это решение, а только от закона. Вот именно таким законом и являются нормы процессуального права. Запишите, пожалуйста, какие отрасли процессуального права существуют в системе права Российской Федерации. Это гражданское процессуальное право, уголовное процессуальное право, конституционное судопроизводство, арбитражный процесс и административный процесс. Я хочу вам напомнить, что одним из документов контрольных измерительных материалов является спецификация. Ребята, в спецификации самый последний раздел, табличка. Там четко перечислены названия всех нормативно-правовых актов, тех статей и тех глав, которые вы должны знать. Еще раз, спецификация, последний раздел. Чтобы у вас не возникало потом вопросов, а почему у меня это спрашивают в ЕГЭ по обществу о знании? Почему я должен знать все? Да не все, конечно. Но что именно знать определяет кодификатор и спецификация. Хочу обратить внимание, что гражданское процессуальное право регулирует не только процесс, вытекающий из норм гражданского права, но и из норм семейного права, трудового права, норм частного права. Итак, мы с вами знаем, какие существуют отрасли процессуального права. Я вам рассказала, какие вопросы регулируют отрасли процессуального права. А именно, порядок рассмотрения дел, стороны, которые участвуют в этом процессе, права и обязанности сторон, порядок вынесения решения и порядок возможности несогласия с этим решением, апелляции данного решения. Ну и сейчас я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели задание 26 КИМ ЕГЭ по обществу о знаниях. Это задание всегда проиллюстрировать примером в данной ситуации возможные процессуальные действия в судебном разбирательстве любых трех участников гражданского судопроизводства. Обязательно читайте, что в скобочках. Сначала называем участника гражданского судопроизводства, затем приводим соответствующий пример процессуальных действий, причем каждый пример должен быть сформулирован развернутым. Наши с вами действия. Первое. Вспоминаем, что такое гражданское судопроизводство. Еще раз. Нормы гражданского права семейного трудового, как пример. Дальше. Кто является участниками? Я хочу, чтобы наш пример касался именно гражданского права. Участниками гражданского процесса являются истец, ответчик суд, лица, помогающие осуществлению правосудия, например, свидетели и эксперты, а также третьи лица, которые заинтересованы в этом процессе, например, органы опеки и попечительства. Смотрим. Как же мы можем привести пример? Истец. Это тот, кто подает исковое заявление. Например, гражданин К подал исковое заявление о том, что его квартиру занял гражданин Б. У нас есть истец, есть пример. Ответчик гражданин Б в суде выступил и заявил о том, что он не виноват в нанесенном ущербе, так как прохудились трубы. Это второй участник. Смотрим дальше. Третий участник, ну, как вы уже догадались по картинке, это суд. Судья вынес решение, в соответствии с которым гражданин Б, ответчик, должен будет возместить имущественный ущерб гражданину А, истцу. Таким образом, ребята, что мы с вами сейчас сделали? Мы выполнили задание 26 на максимальные 3 балла. Я бы хотела еще вернуться к самому заданию 26. Задание 26 Ким ЕГЭ по обществознанию, еще раз говорю, ребят, это всегда задание проиллюстрировать примеры. Зачастую вы путаете, выпускники путают, понятие пример с понятием рассуждения или аргумент. И когда эксперты проверяют вашу работу, там рассуждение общего характера. Но дело в том, что пример потому и является примером, что это должна быть конкретная жизненная ситуация. Вот в данном примере, который мы с вами рассматривали сегодня, я взяла одно дело, один процесс, спор правовой между гражданином А и гражданином Б по поводу залитой квартиры, по поводу имущественного ущерба, имущественного вреда. Однако, если вы делаете это задание, и вы приводите действие истца в одном деле, ну, например, рассказываете о залитой квартире, действие ответчика в другой ситуации, ну, например, вы взяли нормы семейного права, там, где ответчиком является один из родителей, который должен выплачивать алименты. И он, выступая в суде, выражает свое несогласие с размером алимента. То есть мы видим совсем другое дело, но тоже действие, которое осуществляет ответчик. И действие судей вы можете взять вообще из другого примера. Ну, например, трудовое право. Судья вынес решение о удовлетворении иска работника М о том, что он был незаконно уволен и постановил восстановить его на работе, возместить нанесенный ущерб. Еще раз, ребята, последовательность выполнения. Вначале называем, ну, в данном случае стороны, затем приводим развернутые примеры. Если вы будете следовать тому алгоритму, который предлагаю вам я, то возможность получить высокий максимальный балл, я думаю, у вас вполне будет.